Так, в Московской области, вы считаете, Коломна находится? Ну, если именно Борин, то именно он в Московской области находится. Основная Коломна, да. Но есть такой район Коломна, близ Петербурга, сейчас уже часть Петербурга. И именно там-то все и происходит. Это та Коломна. Когда я был в Коломне, я спросил, где же находится тот самый домик в Коломне? А нет, все-таки, хотя Пушкин говорит, давайте попробуем найти после вот этого потрясающего вступления. Парнаский находит, жила-была вдова, тому лет восемь, бедная старушка, с одной дочерью у покрова стояла их смиренная лачушка. За самой будкой вижу, как теперь, светелку, три окна, крыльцо и дверь. Что имеется в виду? Там действительно есть церковь покрова, если хотите, можете потом посмотреть. По-моему, она сохранилась. Посмотреть по гугл-картам, там, не знаю, панорамы, яндекс-карты и прочее. И вообще найти, где вот это все было. Конечно, сам дом, по-моему, уже давным-давно снесен. Но Пушкин как будто вот так вот мистифицирует и придумывает, что действительно это было. Действительно был такой домик в Коломне, и там действительно все произошло. Это типа все в заправду, я лишь что-то описываю. Мухтар, что думаете про эту штуку? Да, вот что вы в первую очередь видите, когда видите эту поэму? Что вам, на что она похожа чисто визуально? В доме в Коломне? Да. Даже не знаю, трудно сказать. Очень хорошее стихотворение. Ну, понятно, что эта поэма достаточно, казалось бы, хаотична, но потом мы с вами поговорим. Так, друзья, хватит рисовать, мы все видим, если что, эти ваши линии, это очень мило. Но я прошу вас все-таки их стереть. Да, у нас в Zoom есть возможность рисовать карандашиком, что-то отмечать. Но, видимо, мне придется этот доступ к карандашику у многих людей отключать, чтобы совсем не было. Вот, да, видите, хотите, конечно, сразу нарисовать сердечко и прочее. Ну, ладно. В общем, Пушкин сам на полях любил рисовать, поэтому нам это вполне подходит сейчас. Короче, кто там у нас из здесь присутствующих? Вот, кажется, Александр Горнастаев, что-то такое по поводу... Александр, вы снова с нами? Да. Отлично. Но я вас не слышу практически почему-то. Жалко, жалко. Остальные меня слышат? Словами. Слово через слово. Не знаю, вас слышно отлично. Это вы слышите, у меня соединение плохо. Ну, ладно, хорошо. Если вдруг сможете, мы-то вас, Александр, слышим. Ну, сейчас я вас нормально слышу, просто периодически. Что вы можете сказать по этому поводу? Записали ли вы что-нибудь по поводу домика в Коломне у себя там? Сейчас посмотрим. Да, записал. Ну так и что же это? Это произведение необычное по сюжету. Дочь Барыни напоминает кухарку. Эта кухарка работает у них недолго. Когда в Ване кухарку застали за бритьем бороды, то все понимают, что она была мужчиной, и кухарка убегает, не взяв оплаты. Очевидно, что кухарка была любовником параши. Ну, чудесно. Забавно, что вы в первую очередь обращаете внимание на сюжет, но это нормально, конечно. Мы уже поняли, что сюжет в русской литературе – это не самое главное. Так, окей, даже смотрите, сам человек что-то написал, по-человечески написал, не просто откуда слезал материал, а вот тем не менее. А можно мне что-то ответить? Я что-то написала. Дарья, Дарья, вы как… Которая Дарья? Потому что ваша фамилия явно не Айфон. Дарья Витова. Витова из ТПО-3. Ага. Давайте. Так. Пушкина вронили словесники за цель его стихов, за безделье. Журналисты ему твердили, что ремесло поэта – не безделье. Говорили, что ему не добиться славы, что пора бы уже начать сочинять прилично и умно. И Александр Сергеевич, по моему мнению, написал эту поэму в ответ на все эти нападки. И этим произведением показал, что ему все равно на их необъективное мнение. Еще также поэт пытался описать быт и жизнь людей того времени. И после выхода этой поэмы «Домик в Коломне» она была расценена как самое очевидное свидетельство о скуднении таланта Пушкина. Ну, понятно. Короче, народ был не готов. На самом деле, это штука революционная. Но давайте вернемся все-таки к тому, что это, собственно, за текст. А самое начало, Дарья, вы откуда взяли? Вы перефразируете кого-то? Или самого же Пушкина? Самого Пушкина он написал это стихотворение, но не выложил его. Да, я понял. Оттуда и выхватили. Слушайте, ну, нормально. Хорошо. Понятно, что опять народ обращает внимание на содержание. Ну, нормальная такая историческая справка. Давайте еще пару человек послушаем. Из этого у нас будет складываться мозаика, а потом я все это закатаю под единый асфальт лекции. Кто там у нас? Кто из третьей группы еще хотел что-то какие-то, хотя бы два-три предложения свои зачитать? Ну, вот, например, я бы был бы рад, если бы Анастасия Мостоваева что-то сказала. Анастасия, вы с нами? Да, я с вами. Да, скажите нам что-нибудь. Ну, что я могу сказать? Я могу вам сказать. Ну, вообще, я, типа, много читала Пушкина, и больше всего мне из его произведений нравится. Это, ну, понравилось тогда, это когда он сочинял, я не помню, как это называется, короче, там «Пять поэзий», типа «Выстрел», «Метель», «Пять повестей», это вы имеете в виду «Повести Белкина». «Повести Белкина», вот, да. Вот они мне очень понравились, и поэтому я подумала, что Пушкин больше, ну, такой, как можно сказать, более разъясняющий, правильный очень. Не знаю, почему. Когда я прочитала вот этот «Домик в Коломне», я поняла, что, типа, его можно рассмотреть уже с разных сторон, и что этот писатель был не только, можно так сказать, руссконародным, но и отходил иногда от своих тем и пытался так, возможно, он знал, что будет такая молодежь, которая вот эти все его стихи, которые он сейчас написал, будет как-то, ну, восприниматься нами. Потому что, например, если мы прочитаем того же самого «Войну и мир», то мы ее не воспринимем сейчас, потому что для нас это очень трудно. Он подходил так к своим текстам, к своим рассказам, что он писал легким, легким языком, легким доступным языком. Проще него, мне кажется, никто не писал, потому что многие писатели, они пишут, и это трудно читать, трудно воспринимать и трудно читать. А вот он подошел прямо так очень правильно и дал нам эту возможность понять и любить его стихи и рассказ. Спасибо за мнение, и вы прямо-таки как-то это все подвели, закруглили свою речь и сделали ее таким цельным яблочком. Единственное, что в этом яблочке некоторые зерна, мне кажется, ну, слишком уж обобщенными, потому что, она говорит, Пушкин писал всегда просто. Но не всегда он писал просто. Ну, я так, да. Именно из-за этого, на самом деле, вот этот текст, он достаточно сложно устроен, сейчас мы поговорим, как сложно. Но спасибо за мнение и прямо, я не знаю, за всю историю, значит, по крайней мере за сегодняшнее занятие, я не говорю, что за все занятия, но, наверное, это одно из самых самостоятельных суждений, которые я пока что слышал. Это хорошо. Но давайте смотреть, что там у нас получается дальше. У кого-нибудь есть еще какие-то замечания по этому поводу из четвертой группы? Я вот некоторых хотел тоже вот спросить. Наталья Баталина, кажется, или она есть, или нет, непонятно. Я тут. Отлично, чудесно. Наталья, а вы что скажете по этому поводу? Даже если у вас не такая пространная речь, а всего два, три, четыре предложения по этому поводу, уже будет не так страшно. Сколько у меня сейчас сказать, я не могу. Девчонно говоря. Ну, Наталья пока не готова, значит, что-то выдать. Будем ждать. Дарья Владимирова. Дарья? Да. Где вы? Где вы? Не вижу вас. А, да, включите камеру, тогда я все-таки вас увижу, и вы у меня отобразитесь в этом маленьком окошке. Нет? А, вот так. Ну, хотя бы так, хотя бы с аватаркой. Дарья, ну что, что у вас? Что? Ну, вот насчет текста, если, я не знаю, он какой-то бредовый на самом деле. Это он в начале бредовый или дальше бредовый? Да, 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 да. Ну, нет, ну не везде. Вот, но, как бы, не знаю, мне кажется, вот этот текст на Пушкина не очень похож. Ну, так в этом-то и прикол, да, выясняется, что Пушкин – это не тот Пушкин, к которому мы в школе привыкли. Ну, вот, типа, это прям вообще как-то не он. Мы привыкли, что группа литературы – это литература. Это явно написал именно он, но это было примерно как раз вот в те времена, когда он уже движется. Ну, не случайно он примерно в те времена, через некоторое время познакомился с Гоголем и много ему скидывал классных сюжетов. Нужно же понимать, что Гоголевский сюжет «Ревизора» – он подсказан Пушкиным, что Гоголевский сюжет «Мертвых душ» тоже подсказан Пушкиным. И, в общем, для Гоголя не так важно было, чтобы он сам придумал сюжет. Да и вообще сюжет был не настолько важен. Важно поставить какого-то героя просто в какую-то среду и посмотреть, что там дальше будет происходить. Но текст действительно не похож. Это вам не серьезные маленькие трагедии, да, которые, ну, там, Моцарт и Сальери – почти басня, да. Типа, не завидуй, а то плохое сделаешь и будешь, значит, страдать еще, мучаться совестью своей. Так вот, что я хотел очень быстро сейчас отметить. У меня остается 10 минут до того, как нас выкинет зум, и поэтому я должен сжаться. Потом еще ваши какие-то записи. Вот у вас спрошу. Смотрите. «Четырехстопный Ямп не надоел, им пишет всякий, мальчикам в забаву пора бы его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву». Октава – это что? Октава – это вот такая строфа, когда у нас 8 строчек. Как вы знаете, октава – это как раз расстояние примерно 8 ступеней, если мы говорим про музыку. Вот октава в данном случае 8 строчек с определенной рифмовкой. А, Б, А, Б, А, Б, Ц, Ц. «Надоел забаву», «хотел октаву», «совладел славу», «живут-приведут». «Вольный разрешу», «неглагольный спрошу», «богомольный я пишу», «голы глаголы». Ну, понятно. При этом он сначала начинает писать про то, как он пишет. Я пишу про то, как я пишу, и это в первую очередь всем было странно. Зачем ты пишешь про то, как ты пишешь? Причем делаешь это не для того, чтобы кого-то научить, а просто так вот полемически и как-то своеобразно выдумываешь, занимаешься какими-то шуточками. И вот эти шуточки занимают первые стров 10. Ну, 9 точно, а в черновиках еще больше. Там прямо дикое количество. Он вспоминает одних, других, третьих и так далее. Чего там только не происходит. «Четырехстопный ямп мне надоел». Им пишет всякий. Ну, «четырехстопный ямп» понятно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мой дядя самых честных правил. Типичный «четырехстопный ямп» с женской рифмовкой в конце. Ну, и тут, в общем, он разбирает даже термины. Да, он говорит, вот рифма наглагольная считается не очень хорошей, и ей гнушаемся мы, имея в виду, что нельзя рифмовать глаголы. Рэперы до сих пор не рифмуют глаголы, потому что это типа слишком просто. И если в поэзии 17 века там виршевые какие-то тексты, самые древние русские, там Симеон Полоцкий, там одни сплошные глагольные рифмы, потому что само удивительное было то, что вообще есть рифма как таковая, то потом уже чем дальше, тем рифма становится сложнее, вплоть до эпохи модернизма, когда Маяковский какой-нибудь или Хлебников делает потрясающие составные рифмы. Там у Хлебникова из мешка на пол рассыпались вещи, и я думаю, что мир лишь усмешка, что теплится на устах повешенного. Я могу не точно цитировать, но вот из мешка усмешка – это достаточно ловкая из-за того, что ударение смещено, из-за составной вот этой вот конструкции, достаточно ловкая рифма. Ну, в общем, что дальше? А дальше он начинает вообще, идет все тяжкие, пустить на пэ, признаться вам, я в пятистопной строчке люблю цезуру на второй стопе, иначе стих то в яме, то на кочке, и хоть лежу теперь на канапе, всё кажется мне, будто в тряском беге, померзлой пашне мчусь я на телеге. Ну, цезура, если что, это такая мини-пауза в середине строки, да? Та-та-та-та, иначе стих. И тут у нас пауза. И хоть лежу, и тут у нас пауза. Например, Цезура еще любил Бродский. Там типа не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья, только в уборную и сразу же возвращайся. Как правило, между первыми иктами и последними. Есть еще такой термин икт, потом расскажу, что это значит. Но это вместо стопы в тоническом стихе. Ну, короче говоря, Пушкин начинает разбирать собственную поэтическую кухню, что является совершенным моветоном. Это странно, необычно и возмутительно. Читателю, по большому счету, в этом тексте, ну, если читатель просто хочет, чтобы ему что-то рассказали, в этом тексте делать нечего. Все самое главное написано как бы для производителя. И Пушкин в данном случае поэт для производителя. Поэт для поэта. Поэт, который скажет, слушай, а что это мы с тобой постоянно рассказываем истории, да еще и в конце какие-то, там, я не знаю, какая-то мораль должна быть, да, чтобы какой-то, какой-то нравственный урок можно было из этого извлечь. Но какой можно извлечь нравственный урок из того, что, значит, у Параши был любовник, и он переодевался с женщиной. Ну, обыкновенная в французском духе, в европейском духе такая авантюрная история. Но Пушкин уже предполагает, русский-то читатель хочет морали, он хочет, чтобы его кто-нибудь научил, как они, русские читатели, были счастливы, что их учат Достоевский и учат Толстой. Но, правда, это было больше, чем через, ну, где-то через полвека. Ну, в общем, если посмотрим дальше, то мы увидим, что Пушкин в самом конце, а вот, да, смотрите, здесь вот так вот он изобразил эту Мавру. Не буду, не буду, опять же, она здесь вот так вот брилась, но это такие просто рисунки на полях, мелочи, да. «Пред зеркальцем Параши, чинно сидя, кухарка брилась, что с моей вдовой, ах, ах, и шлепнулась, и увидит, а в торопях с намыленной щекой, через старуху вдовью честь обидя». Вот эти прекрасные ремарки, да, «Вдовью честь обидя прыгнула в сене прямо на крыльцо, да ну, бежать, закрыв себе лицо». В общем, в конце концов, Пушкин просто веселится, просто играется. И в конце это своего рода разрушение четвертой стены, как говорится, когда он обращается к читателю или обращается со стороны читателя к себе. Так разве все тут? Шутите? Ей-богу. «Так вот, куда октавы нас вели? К чему ж такую подняли тревогу? Скликали рать и с похвальбой ушли. Завидную же избрали дорогу. Уже иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоучения? Нет. Или есть? Минуточку терпения. «Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто же родился мужчиной, тому рядиться в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду себе, что не согласна с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего». Вот такая вот псевдомораль в конце, и Пушкин как бы переходит на новый уровень. Он просто постулирует всем своим поведением то, что в искусстве самое главное – это далеко не сюжеты, ни мораль, ни вообще какие-то вне искусства лежащие приколы, а внутренние приколы самого искусства. Спрашивает его, кажется, Жуковский. «Отличная поэма цыганы в письме, но зачем ты ее написал? Не возьму в толк. Зачем ты ее написал?» Пушкин, конечно, отвечает иронично, немного обидевшись, конечно, на непонимающего Жуковского. Для чего существует поэзия? Конечно же, для самой поэзии. И в данном случае это манифест свободной поэзии и какой-то, что ли, такой поэтической болтовни. Не говоря уже о том, что, знаете, был такой Сергей Сергеевич Аверинцев, который говорил, вот, есть в Евгении Онегине, говорит Аверинцев, куча хаотичных каких-то событий чудовищных и так далее. Но они все уравновешиваются ровной четкой формой, строфой. Онегинская строфа как бы противовес всему хаосу, который описывается, всему хаосу, который в содержательном ключе, в композиционном отношении присутствует в Евгении Онегине. И точно так же здесь. Большая часть поэмы – это всякие отступления и всякие какие-то ремарки и какие-то вот такие милые уходы при этом достаточно простым действительно языком. Пушкин не морализаторствует. Он, кстати, удаляет философию из своих текстов. Он пишет отдельные статьи, а не философские, но удаляет философию. Ну, в общем, вот что я хотел сказать. Давайте сейчас переподключимся и послушаем еще, что вы можете по этому поводу сказать. Переподключимся, друзья. Хорошо?